Вкусно, сытно и жирно. И речь сейчас пойдет вовсе не о диетах, а скорее о нашем здоровье. Вредная пища, стрессы, переедание и несоблюдение режимов питания могут обернуться непростым недомоганием набором веса, а более серьезным заболеванием – желчекаменной болезнью. Какие еще причины провоцируют его развитие, кто находится в группе риска? И как понять, что не все в порядке с желчным пузырем, узнаем у врача-гастроэнтеролога высшей категории областной клинической больницы номер один Елена Шалык. Елена Александровна, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Давайте сразу разбираться. Это болезнь все-таки возрастных, тем, кому там, может быть, за 40, за 50, или молодые тоже рискуют? Ну, вообще болезнь молодеет, но надо сказать, что чем старше человек, тем риск возникновения желчекаменной болезни становится больше. Все-таки так. Да. То есть с возрастом риски возрастают. А что, а правда ли, что женский организм подвержен больше все-таки желчекаменной болезни? И еще есть такое мнение, что якобы блондинки, рыжие, со светлой кожей могут чаще заболеть. Да, действительно, статистика неутешительна. Она говорит о том, что в группе риска как раз находятся именно женщины с светлой кожей, светлые расы и со светлыми волосами. Да. Можно ли говорить, что если с пищеварением не все в порядке? Вот взять даже те же самые распространенные гастрит, гастрододени, да, рефлюкс изофагит и так далее. И что ты точно, точно по себе знаешь, что в принципе ты находишься уже в группе риска. И какие еще отклонения с здоровьем могут послужить причиной? Ну, в принципе, наличие хронических заболеваний всегда предрасполагает к определенным проблемам со здоровьем. И люди, страдающие хроническими заболеваниями, должны соблюдать диету. При нарушении диеты, конечно, риски возникновения возрастают. И такие заболевания, как хронический гастрит, хронический гастрододенид, этому способствуют. То есть если, к примеру, мы выберем определенные продукты питания, то мы как раз отсрочим то, что можем заболеть желудочекаменной болезнью. Да, на самом деле. Тогда что стоит употреблять? Ну, стараться избегать жирной пищи, стараться избегать консервированных продуктов. То есть есть более натуральное. То есть варим все? Предпочтение, конечно, отдается это от приготовления на пару или, значит, отваривания, ну, или запекания в духовке. А свежие овощи? Свежие овощи и фрукты, пожалуйста. А имеет значение режим питания? Или могу утром поесть и только вечером? Наверное, колоссальное значение имеет именно режим питания. Потому что чем чаще мы питаемся, тем лучше работает пищеварительный тракт. А в среднем сколько тогда нужно питаться, чтобы не стоить? Я имею в виду, что количество? Количество раз, да, принимать пищу. Понятно. Какие симптомы могут указать на то, что вот с этим органом, с желчным пузырем, что-то не так? Может появиться тяжесть в правом подреберье. Могут быть такие симптомы, как горечь во рту. Периодически возникает тошнота. Да. Ну, ижога может сопутствовать, но она не является основным таким симптомом. Запомнили, горечь во рту, тяжесть в правом подреберье. Подребрами. Да. А считается, что образовавшиеся камни якобы удаляются вместе с желчным пузырем. Это так? Или появились какие-то новые технологии, где можно этот орган сохранить? Хирургическое лечение подразумевает под собой удаление не только камня, но и желчного пузыря. Бессимптомно эта болезнь может протекать? Может. Когда ничего не замечает? В первые две стадии как раз они являются бессимптомные. Первая стадия характеризуется тем, что возникает просто загущение желчи за счет превышения в ней холестерина. Вторая стадия – это бессимптомное камненосительство, которое может длиться в течение пяти лет и никак не проявлять о себе никаких, не подавать абсолютно никаких сигналов. Вот. Ну, а третья – это уже непосредственно стадия острого калькулезного холецистита. Какие тогда исследования и анализы можно сдать, чтобы понять, что с желчным пузырем может быть что-то не так? Желательно на ранней стадии. Да, когда мы не знаем. Вообще, самый общедоступный такой вот способ обследования – это ультразвуковая диагностика. Самый распространенный, наверное, это метод самой первой линии, на который именно пациенты обращаются. Какие профилактические меры мы можем предпринять, чтобы избежать последствий этого заболевания? Ну, это соблюдение диеты и режима питания, то, что я уже говорила. Если есть уже проблемы с желчным пузырем, то этим людям, конечно, придерживаться диеты нужно строго. Потому что в противном случае можно просто спровоцировать приступ. И все закончится очень плачевно. Скорее всего, самим какие-то препараты принимать, может быть, БАДы. Есть препараты, да, действительно, которые способствуют разжижению желчи, отхождению ее. Без назначения врача, наверное, не стоит. Нет, без назначения врача это не делается. Хорошо. Елена Александровна, спасибо вам большое. Спасибо. Надеемся, в принципе, ваши сегодня такие предостережения помогут нам всем следить. Сохранить здоровье, конечно. Спасибо. Спасибо.